Доброе утро! Данное видео является предисловием к аудиокниге Игоря Юрьевича Шкурина, известного как «Игорь Грек. Основы логистической теории цивилизации». Данный труд был опубликован в 2013 году небольшим тиражом в 1000 экземпляров. За 10 лет счастливыми обладателями книги стало не более 900 читателей. Помимо печатного издания, в сети можно найти электронный вариант книги. Ссылка указана в описании под данным видео. Целью публикации «Основы логистической теории цивилизации» в формате аудиокниги является популяризация метода, который изложил Игорь на страницах своей книги. В своих исследованиях неоднократно успешно применяли данную методику, поэтому можем уверенно утверждать, что это мощнейший инструмент. Нужно оговориться, что не совсем изложенным в книге Игоря согласны. Например, как мы уже выяснили, никакой древности в том виде, как нам ее рисуют ученые от официальной исторической науки, не существовало. Появление технологий можно проследить, начиная в основном с 18 века, о чем подробно говорили в фильмах цикла «Полный ноль» и во второй серии «Испытания ведьм. Разбор полетов». Сам Игорь в своих исследованиях придерживался ретроградного метода, о чем писал на страницах данной книги. Прежде чем сразу причислять обнаруженные явления глубокой древности, лучше воспользоваться методом ретроградного изучения истории, двигаться в прошлое постепенно, как по болоту. Каждый шаг делается только в том случае, если вы уверены в надежности почвы. К сожалению, Игорю не хватило времени, чтобы продолжить исследование и прощупать всю зыбкость той иллюзорной картины древности, которую нам рисуют. Однако, это нисколько не преуменьшает действенности метода исследования возникновения и развития цивилизации. Сам автор вкладывал в него следующий принцип. Нас интересуют не конкретные подробности, а общие принципиальные схемы логистики цивилизации, которые одинаковы для любого времени, любой древности. Мы даем всего лишь инструмент познания, методику изучения, основанную на выявленных закономерностях и установленных объективных сведениях. К слову, продолжением данной книги по замыслу самого Игоря должна была стать следующая, в которой бы разбиралась тема полезных для своего времени ресурсов, ведь именно они являются главной целью распространения цивилизации. Также позволим себе не согласиться с предложением Игоря пропустить изучение первой главы его книги. Читать труды Игоря рекомендуем от корки до корки и не по одному разу. Читателю предпочтительно включаться в исследование вместе с автором труда, о чем он сам непосредственно писал. В книге специально нет никаких изображений, ибо лучший путь к познанию – это самостоятельно поводить пальцем по карте, после чего вы уже никогда не забудете то, что узнали. Поймете принцип логистического изучения истории цивилизации и научитесь самостоятельно находить новые факты, выдвигать версии и проверять их. Со своей стороны, мы присоединяемся к пожеланиям автора и хотим порекомендовать слушателям, читателям, зрителям, надеяться только на самих себя. Не стоит ждать готовых ответов от авторитетов и гуру. Как верно заметил Игорь. От историков ждали такого изложения в прошлой жизни человечества, которое бы объясняло события настоящего и задачи будущего, служило бы практическим руководством. Однако, в результате мы имеем расхожее выражение. Основной урок истории заключается в том, что уроков из нее не извлекают, восходящие к известному парадоксу Гегеля. Единственная вещь, которой учит история, то, что никто никогда ничему у нее не научился. В завершении хотелось бы предупредить впечатлительных слушателей о жутком и отталкивающем эпизоде из истории Соединенных Штатов Америки, касающегося Чикагских боин, который приведен в книге. Автор детально описывает события, которые могут вызвать отвращение и отторжение, потому данный эпизод на тайм-линии будет отмечен под названием «Чикагские бойни» и при желании сможете его пропустить. Благодарим за внимание. Продолжение следует...